Сегодня в программе. Первый пошел на Ямале заведено уголовное дело за вождение в нетрезвом состоянии. Сколько стоит оскорбить полицейского и какой срок дадут за нападение на стража порядка? Об этом и многом другом прямо сейчас. Не переключайтесь. Публичное оскорбление полицейского при исполнении. Нападение на сотрудника ДПС, управление автомобилем в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых 34-летний житель города. Назовем его Евгений. Все перечисленное он успел сделать за какие-то несколько часов. Изрядно выпил дома с другом, потом что-то нашло. Взял ключи от машины и поехал кататься. 24 мая 2015 года около 20 часов у подсудимого произошел конфликт с жителем города Ноябрьского у магазина «Видео». В ходе конфликта жители города пытались покинуть стоянку, находящуюся возле магазина. Он переграждал путь, не давал им выехать. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт дошел до критической точки. Вызвали патруль ДПС. Евгений это не оценил. Позже уже в зале суда на скамье подсудимых он признается, без, или вернее, градус попутал. Когда они приехали на место, они попытались поговорить с подсудимым. Требовали от него предъявить необходимые документы, предусмотренные правилами дорожного движения. Вместе с тем он отказался предъявлять документы, при этом вел себя агрессивно и грубо из машины не выходил. В ходе действий сотрудников полиции подсудимый нанес одному из них удар головой в области лица. Данный факт был зафиксирован. Подсудимый задержан был и доставлен в здание полиции для составления административного материала. Шоу продолжилось уже в отделении полиции. Там до рукоприкладства не дошло, но Евгений щедро осыпал полицейских отнюдь не комплиментами, а скорее напротив. Для стражей порядка в словатном запасе нарушителя нашлась масса нецензурных эпитетов. Данный факт также был зафиксирован в связи с чем, собственно, и были возбуждены уголовные дела по факту оскорбления. Это предусмотрено статьей 319 УКС и по факту причинения телесных повреждений сотрудников полиции предусмотрено частью первой статьи 318 УКС. Протрезвев, Евгений осознал и написал явку с повинной. Мол, все понял, все признаю, обещаю впредь. На суде вел себя корректно, претензий потерпевших не оспаривал. Просил только об одном – наказать строго, но от общества не изолировать. Вину признаю, да, виноват. Поступил неправильно, пресила рума. Что, у меня же не нашло, не знаю, не отзывался ли отчет. Такого никогда не было, предник, когда жизнь не повторюсь. В стороны обвинений защиты тоже сошлись во мнении. Просили лишить свободы условно. Тем более, что на попечении вспыльчивого мужчины уже трое детей. Через несколько месяцев появится еще один. Жена Евгения в положении. В итоге судья учел все обстоятельства и вынес решение. Один год лишения свободы условно. С испытательным сроком. Можно сказать, что Евгению в какой-то мере даже повезло, если бы он отличился не в мае, а уже после 1 июля. Уголовка его ждала бы не только за оскорбление и нападение на полицейских, но и за то, что направлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Тем более, что этого факта он не отрицал. Кстати, уже появились и первые ласточки нового закона. В Новом Уренгое заведено уголовное дело на водителя, который катался пьяным за рулем. Примечательно, что он уже лишен прав за пьянку до 2016 года. В Тюменской области тоже возбудили уголовное дело на водителя, который повторно сел пьяным за руль. Реальный срок за езду в нетрезвом состоянии грозит 42-летнему жителю села Памятное Елуторовского района. А в Ноябрьске пока тишина. Но больше всего отличился Омск. Там инспекторы задержали автовладельца, который уже 16 раз привлекался из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. И снова мужчина был нетрезв. Правда, от освидетельства не отказался. В общей сумме его лишили прав на 63 года. И получить их он сможет в 2076 году, когда ему исполнится 99. Лето горячая пара для велосипедистов, роллеров и других любителей сезонного транспорта. Сегодня я тоже сменю 4 колеса на 2. Водительское велосипедистам хоть и не нужно, но от ответственности штрафов это не освобождает. Более того, правила для велосипедистов, так же как для водителей и пешеходов, написаны черным по белому. И первое. Как и где велосипедист имеет право передвигаться? Зависит напрямую от возраста и созданных в городе условий. Если есть велодорожки, то этот вопрос снимается сам собой. Если же нет, то велосипедистам не запрещено двигаться по краю проезжей части по ходу движения автомобилей. Это касается только тех, кому уже исполнилось 14, ну и само собой старше. Ехать по краю проезжей части в нашем городе в принципе можно. Но это уже вопрос скорее взаимопонимания и взаимоуважения. Об этом в правилах в общем-то ничего и не сказано. Костюмчик у меня изрядно промок, конечно, но это меньше и зол. Вернемся все-таки к правилам. Так вот, тем, кто еще не дорос до 14, выезжать на проезжую часть или обочину категорически запрещено. Велосипедисты в возрасте до 7 лет, либо сопровождающие велосипедисты в возрасте до 7 лет, обязаны двигаться по тротуару. Остальные милости просим по обочине, либо по краю проезжей части. Не посередине дороги, не поперек, а только по краю. При этом перекрестки пересекать нужно руководствуясь автомобильными светофорами. Если ваше движение по проезжей части создает помехи для автомобилей, правила требуют спешиться и продолжить движение уже в роли пешехода. Соответственно, и светофоры для вас теперь пешеходные. Второе. Пересечение зебры. Почему-то большинство велосипедистов игнорируют требование слезть с велосипеда. А между тем, правила обязывают водителя на переходе уступать дорогу пешеходам, коим велосипедисты не относятся. Важный момент. Если водитель по невнимательности собьет на зебре пешехода с велосипедом, однозначно будет виноват. А вот если велосипедист мчится по переходу навстречу приключениям, то рискует влететь, как минимум на ремонт автомобиля. Влететь можно и на штраф, если на велосипеде гонять под шофе. По поводу административного правонарушения Российской Федерации, предусмотрено статьей 12.29. часть 3. Наказание для велосипедистов, управляющих данным транспортным средством или в состоянии алкогольного опьянения, либо другого опьянения, значит, там предусмотрен штраф от 1000 до 1500. А штрафуют вас, если вы доверите нетрезвому приятелю свое двухколесное транспортное средство. Так что, если товарищ слезно умоляет вас одолжить ему велосипед для поездки за добавкой, лучше ему в этом отказать. Правила запрещают и перевозку пассажиров, если это, конечно, не предусмотрено конструкцией вашего велосипеда. Экстрим за рулем велосипеда тоже не ценится. Ездить без рук нельзя. И еще немного о наказании. Если велосипедист своим появлением на дороге создаст помехи для других транспортных средств, он рискует получить штраф в 1000 рублей. Самое суровое наказание в 1500 можно получить не только за управление велосипедом в нетрезвом состоянии. Такой же штраф грозит велосипедисту за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Но для этого надо хорошенько постараться, к примеру, на приличной скорости не поделить дорогу с пешеходом. В любом случае, на чем передвигаться, на велосипеде, машине или на своих двоих, выбирать, конечно, вам. Главное при этом не забывать о безопасности. А у меня на этом все. Мы увидимся с вами ровно через две недели. И будьте внимательны за рулем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин